ТУМАН Но да ладно, эти темы в сторону. В фокусе внимания в это воскресенье все-таки был футбол. Финал получился. Здесь было все. Качели, интрига, драматичная развязка и даже порванная сетка ворот. Качели, интрига! Как вы уже поняли, матч докатился до серии пенальти, но не будем забегать вперед. Крумкачи с первых минут ринулись к чужим воротам под оглушительную поддержку своих фанатов. Партизаны же, под стать своему названию, огрызались редкими контратаками, в одной из которых забили. Я увидел, что наш игрок получил в центре поля мяч. Наш нападающий увел центрального защитника чужого, и я увидел свободную зону и ворвался в нее. На словах как будто бы слишком просто. Однако не обманывайтесь, пас со своей половины поля вышел отменный. Ищут варианты. Вот смотри, знаешь, что бросается. Ух, хорошая передача получается. Сейчас Петрович 1-1, и валивается удар, и 1-0. 1-0. Партизан выходит вперед. Илья Петрович пользуется моментом, но это откровенный провал. Посмотри, Бушман хватается за голову. И вообще, как эта передача... После пропущенного гола Крумкачи заиграли совсем иначе, немало удивив главкома Партизана. Впрочем, первый тайм остался за Солигорском. Крумкачи хорошо играли, но мы тоже не сидели сложа руки. Мы изучили команду, скажем так, изучили, как им противодействовать. Они нам немного создали сюрприз. В середине первого тайма поменяли схему, но мы во втором попытались отреагировать. А вот в начале второй половины Крумкачи счет сравняли. Постарался Прокопенко, который в этом матче вовсе отличился дублем. Перерыв подействовал. Перерывы перестроились, стали играть более опасно, вертикально. И поэтому забили голы. А вот что немало удивило, так это практически полное отсутствие замен у Партизана. Хотя Януш после игры все расставил по своим местам. Вы видите, я основное время почти не делал замены, потому что те ребята, которые выходят, это обычные работяги, которые потренировались один раз на этой неделе. И поэтому сил у нас не хватало. Я думаю, что Крумкачи тренируются постоянно и все. А у нас все-таки работают на Беларускали, на Шахтовской строй. Сменные, сменные. И получается, что они могут неделю не тренироваться и прийти. Что ж, неплохо для работяг. Учитывая, что в овертайме Крумкачи забили гол и держали нить игры в своих руках. Но, когда не хватает мастерства, на смену приходит удача. С другой стороны, везет тому, кто везет. Ну, видите, все как получилось, так получилось. Удача была на нашей стороне, а удача любит сильнейших. Вот этот прострел, который мы забили. Да уж, ответный гол за 8 минут до конца овертайма, иначе как поцелуем фортуны и не назовешь. Сюр, как подметили комментаторы матча. Невероятно! Слушай, как этот пас вообще прошел? Как туда мяч дошел, до этой дальней штанги? Это просто какой-то сюр. Не удержали концовку, плохо сыграли последние минуты. Хотя забили гол в дополнительное время первое. Ну, удача сегодня на нашей стороне. А дальше были пенальти, где геройствовал кипер-партизана Егор Кравченя. Ко мне перед серией пенальти подошел второй вратарь, Игнат Достанко. Дал мне пару наставлений, ну и серия пенальти в целом пошла по тому, как я хотел. Партизан – чемпион второй лиги с присущими таким матчем-атрибутами – конфетти, обнимашками, подбрасыванием тренера в воздух и даже импровизированной лодкой. Золотые медали гордо красуются на футболках партизана. Так все же только и за счет удачи получилось победить. Я считаю, что за счет сплоченности команды каждый друг за друга бился на протяжении всего сезона. И вот итог. И вот заветный кубок над головой капитана. Эмоции бьют через край. Правда, вот в свое время Алексею в баге до таких эмоций нужно было обыграть арсенал. Егору Кравчене же и этого успеха вполне достаточно. Партизан – партизан! 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 Продолжение следует...